Итак, мы продолжаем вот этот небольшой цикл, который состоит из двух, но довольно длинных стихотворений и предисловия. Первое стихотворение, кроме предисловия, которое мы уже как-то проходили, называется «Баллада Мин Гаххайю», «Баллада от любого». Мы в прошлый раз прочли и перевели первые четыре строки, но я их сейчас прочту, чтобы у нас просто было как бы более цельное представление. Баллада Мин Гаххай, «Шניים שחלו, שחייני הם בבית, ישיש וישישה». «Hem היו תינוק ותינוקת, בחור ובתולה, איש ואישה». «Аכשיו, רק ישיש ואישישה». «Haya מבלу, רון ומגהות, מגן ומיד ומתן פירות, והיה סוף קיץ, ובסתיו, ובחורף, ובד לבן מחכה כסתיישה». «Мושניים נערות». «Мיטה מול מיטה בימי הסביבה, הקידה מול הקידה». «אין גבייה מיטה במרוקד עם עוד גוף, גבייה מיטה עוד לדה». «איזה עצף חוק גורל, ממי לידה עוד מי לידה, על דת מוות באחרית, צמחת הרך אחרי לידה. «Кול מזל תגל מי לידה, יאיש ובלכה כסתיישה, שלה פרנטה». «Мы до этого места, в прошлый раз, я перевёл устно. «Ну, великолепно». «Сейчас, и вы мне скажете, где остановиться, потому что я думаю, что вы не захотите всё. «Только, если захотите, то пожалуйста, то расскажите мне, где остановиться». «Я могу сейчас сказать». «Нет, ну…» «Нет, нет, нет. «Когда мы даем…» «-38 строк». «Я предлагаю, 18 или 20?» «Ну, בסדר, בסדר». «…как זה מתחיל, כך זה הולך ונמתח, כמיתר כנור לניגום וכחבל ספינה הנדשה, «עד שזה מתפקע וזה נחתך». «Дברים של מה בכך יכול אדם לשמור מהבידה, «אבל עלי נקראת גופים אשר הנפש המפח הרידה לקיומם על אדמות, «כמו שהם, לבלי חלוף אי אפשר לשמור, «יודע, האדם, הכריח סוף, «יודע, רגיל לדעת, «זה בלי בארץ היפה. «חיית הבית כן חולה, «כן היא שוכמת בזווית בשינוי קו, «לא במיטה מהגונית, «אך זה הצער ותכנית, «אותה עדוות הצלעות, «אותה ענקה, «אותה אבית, «אותו נפלוף בשתי עיניים שאין משלו, «כי הוא בהן, «אומר החי על הגוסס, «ובכיו מגרס, «שם בשם. «אותו רגע, קצה עולם, «עמד מלכת זה אדם, «אין מה לפעול עוד, «בהמוות לחניה ולאדם, «נדה חי ליד המת, «יהי הכאב, «אז אשר יהי, «בזלוגת למה, «אין בנהיב, «איזה עצב חוק בורל, «אבון אלוהה, «אשר אין כפרה לו, «ולא יוכל להיות, «קול עוד צורב הוא, «על כן, «ואל כן, «אני עצור, «אתה עצור, «פולחי על שתיים, «ועל ארבע, «בלי הבדל, «בשינוי קל והליכות, «אבל בלי מה, «יצגו קודמנו מן היקום, «קצית חיה, «אלי רימה». «Все? «Здесь остановиться? «Да? «Достаточно? «Достаточно? «Достаточно. «На этот раз? «Хорошо. «Остановимся здесь. «Это, конечно, «очень технический остановок, «потому что практически стихотворение одно одно, «С удовольствие. «Я могу каждый раз начитывать до конца, «не это один наоборот. «С удовольствие. «Дорго лехло, «Ведорба, «кедей лишхот во велацет, «Везе ко кесен, «Везе ко га, «כима анальзия «Ваולם, «неплейт העниWoה, «Роņа העין קלות הגוף, «Т configurations, «enerфиш, « �believably. «Хוכמת דרכино, «בוא, « revenues боה, « congregation inté 03 SHE comies Йосéloe ŞIB, «YA yis мі WILG, « �て mai Субтитры создавал DimaTorzok 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 В��� katana evangelique Брат Nawet Субтитры создавал DimaTorzok Если мы не можем убер Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Это почти, когда они входят в синагогу, это почти, как бы уже не Вавилон, это экс-территория. Так определял мой учитель, это экс-территория, это дипломатический термин, потому что как бы на этой территории другие законы, не того места, где это находится, а той страны, откуда это, как экс-территориальное посольство. Там законы того государства, чьи интересы оно представлено. И вот ботэй-кнес, это ботэй-минраж, это как бы экс-территория. И тот, кто занимается торой, тот доживает до старости. Так Талгуд отвечает на этот вопрос. Ика-савей, савей имеется в виду не просто дедушки и бабушки, а имеется в виду просто старые. Савы, они доживают до... Значит, право на старость получают только верующие, да? Не просто верующие, а те, которые занимаются торой. Ну, понятно. А остальные нет, не и кто. Ну, так это как бы не их место, понимаете? Не должно. Это не их место. Как бы возьмите животное, которое там тропическое, и поместите его в другой климат. А ему будет трудно жить, и уж доживать, доходить до своего... Так же и евреи. Наше место это здесь, на этой земле. А в другой земле, это вопрос, как же так? Как же евреи доживают до почтенных лет? Вопрос так. Это я привожу из Талмуд, разве вы спрашиваете? Вот. Чем последняя вот эта... Первая эстрофа на этой странице, она практически последняя в той маленькой картинке. Это та философская сентенция, или тот образ, который оканчивает прежнюю мысль. Как же матхи, как же волех в немутах. Так это начинается, так это идет, и немутах это растягивается, тянется. Так это идет и тянется. Немутах. Двоеточие. И он сразу нам говорит, почему он написал вот это слово немутах. То есть растягивается, распрямляется. Кемейтарки норлини гун, кухехэвэс фина аминшах. Как струна, скрипки для мелодии. И как веревка и канат. Канат у корабля, который тянется за ним. Ханиншах. Ведь корабль к пристани, он привязан к канатам. А если он немножко отдаляется, то этот канат натягивается, натягивается. И третья строчка. Акшезе митпакея. Везе нехтах. Пока это не лопается, вот эта струна ее натягивает, 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 натягивает. Пока она не лопается. А этот, то есть этот канат, что делает? Обрубает. Пока он не обрубится. Или лохтох это разрезает. Разрезает. Вот жизнь начинается, и потом растягивается, 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 растягивается. Какое слово позитерей? Нехтах. Нехтах. Нехтах это разрубается в этом... Разрывается. 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 Нет. Разрывается это само по себе. А лохтох это либо разрубить, либо разрезать. То, что, как когда-то говорили, руби канаты, руби веревки. Отдать концы. Ну, вот. Надеюсь, обрубить, да. Ну, да, отдать концы, это тоже верно. Действительно, это так. Это морской термин. Отдать концы. Это верно. Потом это стало, действительно, в русском языке, действительно, стало синонимом смерти. Отдал концы. То есть, действительно, все, ушел из порта. Ушел из данного состояния жизни. Действительно, это отдать концы. Действительно, это морское такое термин. Вот. Это, как бы, заканчивает прежде. А сейчас он переходит к еще одному углу зрения. Как смотреть на это? Два рим шелма бехах яхоля дам лишь морге обрита. Два рим шелма бехах. Это вещи незначительные. Ма бехах. Ну, и что в этом? Например, вот, я могу сказать, Таня, почему вы положили букет рядом со мной? И она мне может ответить, ума бехах. Ну, и что в этом? Ума бехах. Ма бехах. Что в этом? Два рим шелма бехах. Это незначительные вещи. Не имеет значительные. Они-то, они незначительные. Они могут быть такими, иными, другими, там, тут. Как бы то ни было, они не принципиальные. Не имеющие значения. Не имеющие значения. Незначительные. Два рим шелма бехах яхоля дам лишь морге обрита. Да, именно вот эти вещи может человек, может человек хранить от потерь. Входишь в квартиру, всякие безделушки, книжки, то, сё, всё сохраняется десятки лет. А самое главное, жизнь почему-то меняется. То есть, по сравнению с самым главным, это два рим шелма бехах. Это незначительные. Не имеющие значения. Овал. Следующая строчка, да? Овал, аллей, икрат, гуфин. Ашер, ханефе, шатува, ханыйда. Тут надо просто перейти на следующую строчку. Улеки юмам, аллей, икрат, гуфин. Кемо ше, гэм. Ливи ханов. Ещё одна строчка, чтобы закончить. И, эф, шар, иш, мор. Йодея, га, адам. Гехре, ях, соф. Так вот, вторая строчка в этой строчке. Овал, аллей, икрат, двори. Тут он пользуется библейским оборотом. Не ал, а аллей. Хотя, этот библейский оборот, он действительно обычно имеет в виду над. Ведь ал, это над. И, нишумер, алмашу, я сторожу или стерегу что-то. Аль. На еврейке говорят, ал. Потому что я как бы стою над ним и смотрю за ним. Над ним. Если я его не вижу, я не могу его стереть. То есть, я как бы должен быть над этим. А лей, то есть, переведём. Но. За. Дорогими. Телесными. Дорогими. Телесными. 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 За дорогой этой плотью. Своей. Тут тела, плоть. Ведь я хочу стереть не только своё, но и своё близко. Ты тоже не могу. Ашернефешатубахра. Лик. Лик. А. О которых добрая душа тревожится, заботится. Заботится о. И это уже третья строчка. О существовании их на земле. Ал адамот. То есть, тоже. Это не просто адама. Адамот. Алей адамот. Ал адамот. Это имеется в виду вообще. На разных землях. А ещё распечатка есть у нас уже? Угу. Сейчас закончусь. Потому что у меня батарейка садится, и я не вижу. Что тут делать? Ну, Миша, будешь отследовать. А ещё можно дополнительно? Миша, на меня сделайте тоже, а то я тут совсем не пойму почему. Из-за его сна. Из-за его, наверное. Из-за его, наверное. Нет, у меня книжка есть, мне не нужно. Но книжки вы же не можете втеркать, а то? Нет. Значит, сколько штук? Ну, три, как минимум. Три. На землях или на земле? Так вот. О которых добрых душа заботится. Харейда. Лекий юма, это уже третья строчка. Заботиться о их существовании на земле. Ну, по-русски на земле. На землях это как бы не слышится. Но Ал адамот на Иврите это вполне. Как двоеточество, да? Да. Это до двоеточество. Теперь Харейда. Мы знаем социальное такое название целой группы евреев, которая называется Харейдин. Мы знаем, что есть слово Харада. Тревожность. Боязнь. Почему Харейдин называется так? Они богобоязненные. Они боятся что-то сделать неправильно. Это называется Харейдин ледварашем. Они заботятся о божественном слове. То есть то, что Господь сказал, надо это выполнить как можно более точно и полно. Ну, это в идеале, конечно. Поэтому называется это Харейдин. Нефешатова Харейда заботится о заботе, тревожится, боится упустить. Надо сказать, что в психологии, в терминологии на игрите, Харада это фобия. Например, клаустрофобия это Хардатха халаля сагур. И так далее. Все различные фобии это Харадон. Глагол Лахарон. Когда-то у этого слова не было столь простого и прямого значения. Например, может быть вы слышали, что есть такой кибурц Эйн Харод. Там Эйн не Альфа, Айн. Эйн это Маян, Айн. То есть источник, какой-то там ручей или небольшая речушка. Эйн Харод. Это древнее название. Харод. Почему его так назвали? Мы не знаем. Но там был источник. И по этому древнему названию, когда создали этот хибурц, его так же и назвали. Эйн Харод. Так же есть. Айн, Айн. Конечно. Айн. Айн. Эйн Харод. Не бояться. Эйн Гетин. Эйн Хашофер. Тоже есть такой кибурц. Тоже. Эйн Хашофер. Почему Шофер? Кто там был Шофер? Мы не знаем. Это очень древнее название. Оно из библейска. Ну, известно, что оно там существует. Там тоже был этот источник. Эйн Гетин. И действительно это источник. Там есть ручей такой, который падает в мёртвое море. Но очень хорошая вода. Чисто была когда-то. Я не вижу. Последние годы там не было. Не могу сказать. И там действительно был тоже создан кибурц Эйн Гетин. И так далее, и так далее. То есть Харот когда-то не был именно только этого значения. Как видно. Как видно. Но на сегодняшнем языке мы не знаем других значений. Чем вот тревожность, забота, страх, боязнь. И даже то, что перешло в терминологию психологии, знаете, это фобия. Так вот, это вторая строчка. И начало третье. Двоеточие. Кемо шегем. Он подчеркивает. Такими, как они есть. Кемо шегем. Как есть. Как они есть. Кемо шегем. То есть мы хотим, чтобы они остались такими же. Такими же здоровыми, такими же молодыми, такими же радостными. Вот этого мы не можем. И в лихолов, чтобы они не были. М. Лихолов. В. Пусть переходит. Лихолов. Лихолов. Э. 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 Да, да. Ну это наиболее просто. О. Преходящее. Неизменными. Можно. Вот это лило щенуля. Тут лихолов. Неизменными. Это щенуля. А холов это что вроде порожильника. приходя приходящий по русски меняться есть два значения я изменяю или я надо это это другая есть сахар халифин да когда например есть торговля через обмен а не тебя это сахар халифин как бы два значения это более поздно халав ушел прошел поэтому по-русски это приходящий чтобы нет греха я не знаю как сказать этот глагол да чтобы не были приходящими конечно это очень близко но неизменные все таки вот-вот-вот и это ли лошадь что я не знаю когда только что все 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 там нормально а подождем она действительно довольно просто мы сейчас все перипетии наши вдруг она стала дружественная когда турция стала не дружественная да вот так реакция стала дружества вот что здесь он читал статью бахора он пишет о том какая катастрофа ждет ближний восток с водой все 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 вот турция это самый как он называется там где сисит это египет они все без воды остались он там пишут что это тоже и турции египет и иран и сирии в общем дело в том что у них конечно вода есть они просто не умеют ее распределять а он пишет что все там все кончается что даже не окончает свое существовании ну а ты думаешь как у него написано как у него написано слухи моей смерти были несколько преувеличить несколько то есть это тоже несколько преувеличить дело в проблемы этих стран в том что они не умеют распределять них очень не принято то что скажем принято у нас экономить воду очищать с точными и вторично ими пользоваться у нас до восьмидесяти процентов воды с точной воды очищается обращается врачей на пусть и надо ну даже 80 процентов огромное это даже нету такого в мире мы сейчас пенера заполняем не берем из него и заполняем да это еще конечно дело в том что что одним из параграфов нашего соглашения мирного соглашения руководство ариэля шарона в то время и наверное мне не нужно ничего не записывал это новый придет просто осталось вот так вот так вот и обещали ядане и это пункт на 100 миллионов 100 миллионов кубометров воды каждый год каждый год берете из моря и и опресняйте еще 300 миллионов можно подумать не тряси это действительно хотя конечно это намного дороже но вы же евреи вы же не просто вы еще и богаты а мы арабы мы не богаты и умом не блещем кроме одного мы умеем у вас брать вот мы горды а вы вот еврей вы не горды и вот так вот получается что мы каждый год у нас вообще изначально нехватка воды у нас тут не мило ни ефрата и не три и не и так далее и тем не менее мы пообещали 100 миллионов кубометров кому и я тони сгорели совсем по еврейски сгорели а иначе они не подписали с нами мирный договор какой мирный договор по которому мы 300 километров квадратных и каждый год 100 миллионов и мы более того мы каждый год спасаем династию потому что они там с какого выгода вот сначала дадут потому что это их не согласились быть с нами в мире вы представляете себе какая радость я сегодня сегодня появилась статья перевод саша непомнящего очередной статья о том что на самом деле ефрат и тигр милеют со страшной силой и это происходит экологическая катастрофа там и как бы не умилеет тоже все миле потому что температура становится даже на там четверть градуса но в общем и целом это не просто но тем не менее там есть очень как он должен служил ее не умеет распределять это самая самая большая понимаете из нового осландского озера там где есть плотина испаряется каждый год больше воды чем пользуется государство израиль за год вообще только из испаряется и тем не менее там нет воды там постоянная засуха наступает пустыня на плодородные земли дело в том что не то чтобы не было конечно и может быть больше и меньше дело не в этом дело в том как ты распоряжая распоряжаешься этими природными подарками землей водой воздухом лесом всем остальным есть страны которые умеют этим распорядиться и они действительно умеют экономить и не умеет распределять они умеют умеет очищать а есть страны которые не умеют ну чтобы понять что такое 100 миллионов кубов все источники миру самима и окрестностей до недавнего времени скажем пока не было водовода пользовались только артезианск 5 миллионов да да ну это но это область наша область она конечно иерусалимская на это гористая в ней нет много воды но по сравнению с какой-нибудь с видимо тоже там больше подземных вот чем для ними есть больше там проблема была я когда-то я были приятели которые занимались там проблема была другая частично там были соленые нет соленые как море подземные воды но подсоль и они сделали очень много для того чтобы уметь выращивать овощи на подсоленной воде они говорили что очень особый вкус у помидоров и и у огурцов они уже подсоль но выращивать это дело в том что соль она откладывается это не просто вырастить растения на соленой воде очень непросто есть очень немного растений саманчаки они умеют у них такие внутренние поры которые умеют а других другие растения умеет надо было скрещивать различные ваще для того чтобы суметь вывести такие и это сделать вот это это называется вы говорили о культуре это культур это культура то есть подходишь в делу сознание и так далее и ты и ты умеешь в конце концов использовать то что у тебя есть и даже извлекать из этого выгоду сколько сейчас был уничтожен где ну в газе мужчин оставили это все потому что я еще раз говорю они все говорят нам выжили вас уже умные вы же богатые вы сумеете таким как есть неизменные бушкати там сельскохозяйственные угодья были на плохой земле это земля который на которой они построили поселение арабы и и когда-то называли проклятой землей или землей ядовит она на ней ничего не росла пришли евреи не только выросла треть всего экспорта то есть самых лучших овощей и цветов выводились оттуда треть всего израильского экспорта на лучшие рынки европы экспорту не в африку они бы не умеют не смогли бы купить к стенку не ставили людей которые все это все оставили в тогда был начальником всемирного банка риме и он был конечно за все это мир во всем мире но он нам предложил вы не не уничтожайте мы мы все мы банк мы купим и передадим это арабским земледельцам в особенности тем которые у вас работали и которые уже узнают технологию умеют все сделали купили для них все все передали идите сюда идите сегодня туда та же самая проклятая ядовитая земля ничего не растет то же самое то же самое те же люди которые работали у евреев они были работниками на этих на этих полях и и с этим ничего не растет так они же разрушили эту инфраструктуру они с этого начали но нет не разрушали там синагоги это понятно взорвали некоторые оставили и тоже разрушили дома разрушает это да ну нельзя же без радости оставить людей а хозяйства как бы но они пришли в полный запустил полный запустение это же они не смогли пушка те где те поселения которые были возле практически это даже не был не было сама газа потому что уже из газа вышли прежде а те поселения которые были на той земле где никого не было никто там не не селился потому что они говорили что это ядовитая земля она ничего не родить у евреев она не только она давала самые лучшие урожа и цветов на цветной бирже в галактии продавались эти тюльпаны и розы там все хотите первыми потому что здесь она вызревала раньше здесь много солнца и овощи самые мы даже их не видишь это был такого калибра что не не стоило их продавать в израиле там каждой помидорка там каждой курец они покупают еще в какое время в зимнее время там продавали за то есть это было огромное это для всей страны было это же нижний день были не только для них экспорта все и камни умер и румер какой мир но какой мир мы знаем сейчас какой мир это извините меня надо говорить на видишь это весь мир вышел но тогда что вы конечно вот мы только им станет лучше они все по я не стану нашими друзьями да давайте мы закончим хотя бы эту страфу так вот если че да да ну естественно и эфша решло нельзя невозможно невозможно сохранить невозможно юдей ахадам кэхреях знает человек вот конец на противень очень правильно это обязательно обязательны и ахриях это обязать кого-то заставить вынуть а тут имеется ввиду если это действительно неразвратимо это обязательно сов конечно это как бы заставить заставить или не отвратим наконец не отвратим его невозможно юдей ахадам кэхреях знает роги роги привык знать эргель это привычка но это глупо посреди красоты ландшафт то есть знать это знать и не знать потому что как бы знает он в каком как-то но тем не менее посреди красоты жизни красоты этого ландшафта это глупо как бы об этом говорили понимаете за эвили эвиль это глупец дурак например написано в книге мишлей гам эвиль махариш лехахам яхашев даже глупец который махариш который он не глухой а он 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 как говорят кому-то заглох не то есть заткнись даже глупец который молчит лехахам яхашев может посчитаться за ум ум сойдет за ум и надо и надо сказать что это великая правда великая правда тот глупец который умеет молчать это признак глубокого ума между прочим уметь молчать это признак глубокого ума конечно это не тот активный ум который может что-то преобразить но по крайней мере это ум того который знает что он не знал а дурак дураком это тот который говорит и все тогда понимают что он из себя представляет почему полимизирует потому что он говорит знает и не знает это не подъемника он 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 просто описывает он просто описывает то что есть спросишь каждого человека ты знаешь что ты умрешь естественно но ты живешь с этим и поэтому говорит трагиль надо так вот трагиль вот привык знать привычка надо сказать здесь что еврейская еврейской традиции есть такое течение которое называется мусар это не просто этика не просто эти не просто поведенческие какие-то правила мусар это когда человек прежде всего сам себя и воспитывает не поддаваться привычному только привычному делу быть как говорили в советском союзе сознательным быть сознательным то есть сознавать что ты кто ты где ты и как не достаточно только привыкать даже к хорошему быть вежливым по привычке быть добрым по привычке быть богобоязненным по привычке этого недостаточно и вот и в предисловии когда из самых самых знаменитых книг начало восемнадцатого века раби хай мошэ вонца то миссила кишарим то есть путь прямых праведных он предисловие пишет что я в этой книге ничего не хочу обновить я только хочу напомнить то что все уже знают а это самое главное все знают что надо быть добрыми все знают что надо быть богобоязненными но не думают об этом не считают это мудростью а я пишет рамхан я хочу напомнить напомнить то что все уже привыкли знать но де-факто не знали он говорит люди занимаются математикой астрономией там модом а когда я спрашиваешь а мусар а этика да конечно 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 и все и на этом все кончается никто это не изучает то есть не приводит это в состояние сознательности не живет этим интеллектуально и естественно вот это вот и вот то что он здесь говорит гриммер на гирина да ракири он подчеркивает вот это на гир это обыденное знание привычное поэтому когда-то есть такое изречение которое стало пословица и уже библейской культуре гиргель на асатева привычка становится природой тогда чего-то привыкаешь ты даже не представляешь себе что может быть иначе гиргель на асатева привычка вторая натура вторая натура да 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 тут именно натура это природа это то же самое конечно в латинском языке да вот это гиргель на асатева и еще какие то вопросы и мы переходим к следующей эстрофе да переходим хотя не стоит он начинает здесь домашнего животного это новая тема и она на следующей эстрофе и еще одна еще одна он все пишет о домашнем животном имеется ввиду конечно собака я думаю что потом просто я согласен просто пройти всю тему пожалуйста но тут как бы мы вновь тут начинается хаята байд хаята байд кенхова домашние животные тоже больно болеет и он 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 все нам описывает как она лежит в углу на своей подстилке на своей подстилке не пьет не ест молока не хочет тут либо это собака либо это кошка трудно сказать хаята байд домашнее животное то есть оно болеет вместе с хозяином это новая тема и он соединяет две эти темы потом их разъединяет и кто хочет дома надеюсь очень Валентин достаточный перевод был или нет ну я записал пока все что вы говорили не все что вы говорили вам не хватает подстрочника написанного моей рукой а чего ему а зачем только мешает подстрочник вот пожалуйста видите музей вот так вот потрясающий подстрочник потому что привычка вторая натура подстрочник не мешает подстрочник не мешает а комментарий ему как раз у меня utilities и ты